Друзья, в комментариях вы просили меня рассказать о Каберне Кортис и других важных гибридах популярного сорта Каберне Савиньон. Ваше желание для меня закон, поэтому мы сегодня подробно поговорим и разберемся, зачем их выводили, какие у этих гибридов характеристики, в чем их плюсы, да и минусы тоже. Интересно? Меня зовут Алексей Капуста, на этом канале мы постоянно говорим о вине. Увлекательно, просто и вдохновение. Если вам тема вина интересна, подпишитесь на канал и не отказывайте себе в удовольствии. Думаю, я не открою вам Америку, если скажу, что Каберне Савиньон самый популярный сорт винограда в мире. О нем у меня, кстати, есть отдельный сюжет, ссылку на него я дам в конце этого видео. Также, думаю, вас не удивит, что многие из селекционеров работали над созданием гибридов столь всеми популярного и любимого Каберне Савиньона. Зачем? Да все очень просто, чтобы получить более выносливые, стойкие к болезням сорта, которые, к тому же, могли бы давать хороший результат в прохладном климате. Все дело в том, что благородный Каберне Савиньон требует много солнца, а холода боится. Поэтому в странах с не очень солнечным климатом, где часто идут дожди, он не успевает вызреть как следует и достаточно набрать сахара. В итоге получаются вина водянистыми и безликими. Но ученые нашли выход из положения и вывели ряд межвидовых гибридов сорта Каберне Савиньон, которые по своей стойкости во многом превосходят родителя. И сегодня они активно выращиваются в Швейцарии, Германии, Швеции, Дании, Польше или Кабритании. Тамошние виноградари ценят гибриды Каберне за ранний срок вызревания и стойкость к болезням. Давайте посмотрим на них ближе. Первым в нашем списке будет тот самый Каберне Кортис, о котором вы спрашивали в комментариях. Он появился на свет в Германии в 1982 году в Государственном институте виноградарства города Фрайбург, благодаря стараниям селекционера Норберта Беккера. Он скрестил сорта Каберне Савиньон и Солярис, получив тем самым довольно удачный гибрид. В те годы немцы активно развивали программу по выведению устойчивых к болезням сортов винограда. В ее рамках появились и другие похожие межвидовые гибриды. С 1999 по 2005 год их тестировали на экспериментальных виноградниках в Пулли. Это швейцарский регион неподалеку от Женевского озера. Каберне Кортис доказал свою состоятельность раньше окончания программы и в 2003 году его внесли в официальную классификацию сортов Германии и включили в семейство Витисвинифера. В чем же плюсы этого винограда? Прежде всего в поразительной стойкости к болезням. Он практически не боится милдию, оидиума и серой гнили. При этом вызревает рано, хорошо накапливает сахар и сохраняет кислотность, что делает его идеальным сортом для прохладных регионов. Тем более, что к морозам он тоже устойчив и легко выдерживает температуру до минус 22. Однако во время летней засухи показывает себя не менее достойно. Ягоды у Каберне Кортис округлые, среднего размера, с толстой кожицей и густым налетом. Их не так-то уж просто повредить. Он дает возможность получать качественные вина с глубоким красно-рубиновым цветом и ароматикой, которую сложно отличить от Каберне Савиньона. Тут и черная смородина, и ежевика, и перец, и табак, и сухое разнотравие, все, к чему мы привыкли и любим. Они довольно тонинные, с хорошей структурой, с токим послевкусием. Еще одно детище Норберта Беккера, по сути родной брат Кортиса, выведенный в тот же год и в том же институте. Это Каберне Кэрол, или как его еще называют Кароль. Родители у него те же самые, но по некоторым характеристикам отличаются, хоть и очень похож. Он поздно выпускает почки, но созревает при этом довольно хорошо и дает высокую урожайность. К милдью и аидиуму он устойчив, но может поражаться серой гнилью при влажных условиях вызревания. Зато холодов не боится, и зимой лоза уверенно себя чувствует даже при температуре минус 25. Каберне Кэрол был зарегистрирован как технический сорт винограда семейства Винифера чуть позже брата, в 2004 году. По внешнему виду его ягоды легко спутать с Кортис, средний размер, темно-синий цвет, плотная кожица и налет. По вкусо-ароматическим характеристикам они тоже довольно похожи. Все те же ягодные, перечные, травянистые ноты, выразительный цвет, хорошая тонинность и кислотность. Следующий в нашем списке Каберне Карбон. Он тоже был выведен в Государственном институте виноградарства города Фрайбург, но годом позже, чем два предыдущих. Этот межвидовой гибрид во многом похож на своих собратьев. Он хорошо переносит до минус 23 мороза, устойчив к серой гнили и милдию, а вот к каидиуму его стойкость средняя. Сорт дает цилиндрические грозди с мелкими фиолетовыми ягодами, с толстой кожицей и сочной мякотью. Он позволяет делать пряные, хорошо окрашенные вина в стилистике Каберне Савиньон. Помимо Германии, селекцией выносливых гибридов активно занималась Швейцария. В частности, это делал тамошний винодел из Саньера Валентин Блатнер. Одно из его главных изобретений – это сорт Каберне Юра, официально зарегистрированный в 2006 году. Это морозостойкий гибрид, который, как и его собратья, практически не склонен к болезням. Сегодня площадь его посадок около 20 гектар и большая часть концентрирована на родине Швейцарии. Также он растет в Бельгии, Австрии, Голландии и Польше. По внешнему виду он похож на другие гибриды Каберне Савиньона, а вот по вкусовым характеристикам лишь отдаленно его напоминает. Он дает вина темно-бордового цвета с фиолетовыми отблесками. Его букете доминирует ежевика, а также чувствуется тона других лесных ягод. Эти вина не особо тоненные, но выразительные и без выпирающей кислотности. Еще один межвидовой гибрид, выведенный Валентином Блатнером – это Каберне Нуар. Это максимально высокоустойчивый сорт, который не боится ни грибков, ни лютых морозов. Из него делают качественные вина с плотным телом и хорошей тонинностью. Их букет мало чем похож на Каберне Савиньон, скорее напоминает Каберне Франа, за счет сливовых, клубничных и перечных ног. И последний в нашем списке абсолютно уникальный гибрид Каберне Савиньона и Нортона. Имя ему Каберне Доре, а уникален он тем, что это не красный, а белый сорт. А все потому, что ему удалось получить рецессивный ген от своего дедушки Савиньон Блана. Каберне Доре вывели в 2001 году в Калифорнии и сегодня выращивают преимущественно в США. Хотя сорт весьма интересный, перспективный, так что вполне возможно он будет распространяться по всему миру. В его букете преобладают цветочные тоны, а также ноты цитрусовых и косточковых фруктов. Вообще по ароматике его можно сравнить с мускатом и семильоном. Друзья, это далеко не все гибриды Каберне Савиньона. На самом деле и гораздо больше. Митас, Дорса, Пфефер, Руби, Моравия и прочее. Я же сегодня рассказал вам о самых значимых. Напоследок хочу дополнить, что эти сорта растут не только на виноградниках прохладных регионов, но их очень любят органисты, биодинамисты и натуральные виноделы. Потому что их лозы не требуют обработки от грибков, да и вообще они довольно неприхотливые и не нуждаются в вмешательстве со стороны человека. Теперь, друзья мои, традиционный вопрос к вам. Вы что-то слышали про Каберне Кортис и другие гибриды, про которые я вам только что рассказал. Возможно, вы их даже пробовали. В любом случае, пишите ваши ответы в комментарии. Ну а чтобы вы могли познакомиться с ними поближе, я подготовил подарок. В описании к этому видео ищите ссылку на подборку проверенных вин из гибридов Кабарне Савиньон. И, как обычно, лучшие гастро-пары к ним. И, друзья мои, если вам понравился этот сюжет, расскажите об этом и ютубу, и мне, кликну по кнопке лайк. А если вы хотите получать уведомления о новых, еще более интересных сюжетах на этом канале, то просто подпишитесь и обязательно кликните на колокольчик. Обращаю ваше внимание, что теперь вы можете поддержать канал через «Суперспасибо». Это кнопка с сердечками долларом, которая спрятана под видео. Или же вы можете купить мне бокальчик второй вина. Ссылка на эту опцию находится в описании. Ну и, друзья мои, у меня возникла идея совместной дегустации с вами, зрителями моего канала. Если эта идея вам по душе, то слушайте внимательно. Я задумал один раз в пару месяцев проводить бесплатную дегустацию для зрителей этого канала. На момент съемки этого ролика я еще не определился с датой, но я сделал такой себе список предварительной регистрации. Ссылку на него вы найдете в описании. Зарегистрируйтесь, и как только я определю дату, я тут же отправлю вам на электронную почту приглашение и все подробности. Не волнуйтесь, делаю это все заблаговременно, чтобы вам было удобно и чтобы у вас было время подготовиться. Подчеркиваю, что такие дегустации будут проходить постоянно. Так что, если вы не успели на одну, то я обязательно приглашу вас на следующую. Идите в описании, находите ссылку и пообщаемся наконец-то вживую. Ну а теперь, как я и обещал, делюсь с вами ссылкой на свой сюжет про Кабарне Савиньон. Переходите по ней, чтобы узнать больше о самом популярном в мире винограде.